Доброе утро, уважаемые телезрители! Вы знаете, в последнее время, когда в передачах зазвучали ответы на вопросы, последних стало появляться все больше. И по мере возможностей я буду стремиться ответить на многие, тем более, что некоторые имеют много общего. И вот за последнее время больше всего поступило разных вопросов, которые можно свести к единому знаменателю. В них вопрошающих больше всего волнует вопросы бытия Бога и жизни Церкви в современном мире. Тема действительно важная. Поверьте мне, волнуют они и меня. И первое, что приходит на ум для разговора, это слова Антона Павловича Чехова из его знаменитого дневника. Еще в 1897 году Чехов писал, Между есть Бог и нет Бога лежит громадное целое поле, которое проходит с большим трудом истинный мудрец. И наш человек знает какую-либо одну из этих двух крайностей. Середина же между ними не интересует его. И потому он обыкновенно не знает ничего или очень мало. Имеется в виду из этой середины. Вот эти действительно, можно сказать, бессмертные слова Антона Павловича, если бы он произнес их сегодня, то звучали бы они чуть-чуть по-иному. Не вера как таковая, или безбожие, но Церковь и современный мир. Вот два полюса, между которыми выписывает, ну я бы даже сказал так, невообразимые фигуры, скользящие по поверхности зыбкого бытия наше общество. Что есть Церковь в мире? Это вопрос и есть, самый главный вопрос. Причем этот вопрос задается вполне искренне. Действительно. Зачем современному миру Церковь? Или, скажем, еще более прагматично, что может дать современному миру Церковь, кроме декларации высоких нравственных истин? Вы знаете, едва ли мы часто слышим этот вопрос с экранов телевизоров, в интернет-блогах, или даже в беседе. Но его незримое присутствие нельзя не заметить. И вот мне думается, что не следует ставить перед собой задачу дать универсальные ответы на все эти и подобные вопросы. Более того, пытаться дать ответы в какой-то мере боязно. Я имею в виду боязно навязать свой взгляд, свое личное понимание проблемы, выдавая его за голос всей Церкви. Вот всякий раз в передаче мне, скорее всего, хочется донести ту самую песнь сердца, которую нельзя остановить, но которую можно пережить и которой можно поделиться. Ведь разве не апостолам было сказано «Горе мне, если я не благовествую». Но эта песнь отличается и от торжественной проповеди, которую мы слышим в храме. И она отличается от задиристой публикации на богословском портале. И даже отличается от того хронического менторства, так и не ставших священниками профессоров-теологов. Главное, на мой взгляд, во всех ответах, это диалогичность и искренность. И мне никогда не хотелось задаться целью обнажить так называемую родительскую наготу. Напротив, с большой аккуратностью, и я даже сказал бы трепетностью перед живым богочеловеческим организмом церкви. Мне хочется говорить, и мы будем об этом говорить всякий раз в наших передачах о людях, составляющих церковь, находящихся около церкви, их проблемах, зачастую не просто человеческих, но слишком человеческих, о жизни церкви в обществе и о том, как мир сей принимает или наоборот гонит прочь благовестие Христова. И почему это происходит? Вы знаете, можно долго, долго-долго и с упоением обсуждать формы. И это чрезвычайно увлекательно. Но для начала следовало бы понять, что лучше всего стремиться вложить в эти формы. Я имею в виду и подачи материала, и общение. Те формы, которые предлагаются человеку 21 века. И самое главное ответы, формы ответов на его вопросы о жизни и о вере. И это все понятно и иногда принимается. А ведь бывает совсем наоборот. Бывает иначе. Человек приходит и погружает целиком в недра церковной жизни, но при этом так и не находит чего-то самого важного для себя. и происходит в его жизни то, что одним словом можно было бы назвать расцерковление. И поскольку это действительно имеет место, значит, я буду стараться вникнуть в причины этого явления и буду стараться не пытаться спрятаться от проблемы за красивой риторикой. Потому что где есть смыслы, там неизбежно возникают споры. Ведь как легко бывает принять в споре некую сторону, ожесточенно громить оппонентов и отстаивать свою правоту. но ведь во всем ли правы свои, во всем ли неправы чужие? Годится ли один ответ для любого человека и любой ситуации? Достаточно ли повесить на нечто старое и привычное новую вывеску? Ведь нужно находить какую-то новую форму общественных отношений, испытывая не тоску по империи, образно говоря, или желая открыть счет в православном банке? Вот без этой попытки понять, почему мы становимся такими, мы еще долго можем блуждать в темноте и удивляться. Почему она не совсем такая, как нам хотелось бы? И наконец, один из важнейших вопросов, который волнует и вас, и меня, что станет с нашей православной верой? Кто будет ее носителем и хранителем? Ведь этот вопрос действительно нас крайне волнует сегодня. вот не думается, что в следующих наших телевстречах я, Бог даст, отвечая на ваши вопросы, буду пытаться вести на все подобные темы спокойный разговор вот на эти беспокойные темы. сегодня такой разговор о церкви и мире, который, судя по вашим письмам и отзывам, есть единственно правильный формат нашего общения, общения с миром сим, во зле очень часто лежащим. Но я бы здесь не удручал и не углублял это слово, во зле лежащим, но все же по добру тоскующим. И ведь при таком подходе человек может даже очень сочувственно относиться к христианству. Вот один замечательный человек, ученый, историк, человек, который был намного старше меня, говорил мне незадолго до своей смерти, что считает нравственное учение Иисуса наивысшим среди всех прочих, но при этом видит в Иисусе просто человека и после смерти ничего для себя не ждет. Вы знаете, в жизни он сам следовал евангельским нормам. Кстати, как мало кто из христиан решается им следовать. но все-таки жил и умер без веры. И таких людей не так уж и мало, как этот историк. И вот есть у Льюиса фраза, фраза, которую нередко вспоминают люди, испытывающие серьезное сомнение в своей вере. «Я остаюсь норнийцем, даже если норнии нет». Вот норния здесь, конечно, есть образ Царствия Божьего и вообще всего того, что сохраняет предмет христианской веры. Эти слова герой Льюиса произносит, когда ему одурманенному пытаются доказать, что нет ничего реального, кроме тусклой и унылой жизни в подземелье, что ей и надо следовать. Вот всегда оставаться таким истинным норнийцем мне хотелось бы пожелать всем нам, слушающим, в заключение сегодняшней нашей встречи. Субтитры 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 создавал DimaTorzok